Библейский портал экзегет.ру представляет 28 глава книги «Второзаконие». Читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». В предыдущей 27-й у нас были проклятия в адрес тех, кто нарушает какие-то нормы закона. Причем там были выбраны отдельные нормы закона для того, чтобы весь народ согласился с ними и подтвердил проклятие, которое будет прочитано левитом. Но 28-я гораздо более подробно разворачивает тему проклятия, а где проклятие там и наоборот благословение. «Если вы будете слушаться Господа вашего Бога и строго соблюдать и исполнять все его повеления, которые я возвещаю вам ныне, то Господь ваш Бог возвысит вас надо всеми народами земли, вот благословения, которые с ней зайдут на тебя и сбудутся, если ты будешь слушаться Господу твоего Бога. Благословен ты будешь в городе и благословен в поле. Благословен будет твое потомство и урожай твоей земли, и приплод твоего скота, приплод коров, приплод овец и коз. Благословен будут твоя корзина и твоя квашня, ну то есть куда идут фрукты, овощи и куда идут зерновые. Благословен ты будешь, когда придешь домой, и благословен, когда выйдешь из дома. Господь сделает так, что вы разобьете врагов, которые на вас нападут По одной дороге пойдут они на вас, а побегут от вас по семи дорогам Ну то есть пойдет целенаправленное вторжение, да, одно войско А разбегаться будет уже кто куда сможет Уже от армии ничего не останется Господь не спошлет на вас благословения, на ваши амбары, на все ваши труды Господь, ваш Бог, благословит вас на земле, которую он отдает вам Господь сделает вас своим святым народом, как он и поклялся вам Если вы будете исполнять повеление Господа, вашего Бога, и ходить путями его Тогда все народы земли увидят, что перед вами провозглашено имя Господа и будут вас бояться Тоже важный принцип благословения, не просто награда за соблюдение заповеди, но это еще и средство проповеди То есть другие народы видят, что у этого народа все хорошо, он живет с Богом Вот значит Бог действительно Господь, а не кто-то еще Господь пошлет вам все в изобилии, и потомство, и приплод скота, и урожай на полях На той земле, которую Господь обещал отдать вам, поклявшись в том отцам вашим Господь откроет ради вас свою богатую сокровищницу, небо И в срок пошлет дождь в вашей земле и благословит все ваши труды Вы будете давать взаймы многим народам, а сами не будете брать в долг Господь сделает вас головой, а не хвостом Вы всегда будете наверху, а не внизу Если будете слушаться повелений Господа вашего Бога, который я возвещаю вам ныне Строго соблюдать и исполнять их Если не будете уклоняться ни вправо, ни влево от всех заповедей, которые я возвещаю вам ныне Если не пойдете за другими богами, не станете им служить Интересно, что благословения довольно неконкретные То есть не сказано, скажем, а что будет вот дома и в поле В чем будет заключаться благословение Ну, наверное, хороший урожай, потому что вот он упомянут И приплод скота, и обилие всего в доме всех продуктов Но большой конкретики здесь нет Защита от врагов Да понимаете, вот люди обычно хотят, чтобы все было хорошо Вот такая молитва, самая естественная молитва любого человека Даже не обязательно единобожника Вот человека, который верит в какие-то высшие силы Чтобы у меня все было хорошо, у меня дома, в семье, на работе В моих отношениях с другими людьми Вот, собственно, это и сказано Да, вот это все будет благословлено Богом То есть фактически, что это значит? Что Бог возьмет на себя устройство этих дел А как, даже вот можно и не думать Бог благословит, то есть сделает так, что все сложится А если не будете, ровно наоборот А вот проклятия, которые падут на тебя и сбудутся Если ты не станешь слушаться Господу твоего Бога Не будешь строго соблюдать и исполнять все его повеления и предписания Которые я возвещаю тебе ныне Проклят ты будешь в городе и проклят в поле Прокляты будут твоя корзина и твоя квашня Прокляты будет твое потомство и урожай твоей земли И приплод коров И приплод овец и коз Проклят ты будешь, когда придешь домой И проклят, когда выйдешь из дома Господь пошлет на вас проклятие, смятение, осуждение Во всех ваших трудах и делах И будете вы уничтожены, быстро погибнете Из-за своих злых деяний Из-за того, что вы оставили меня Господь нашлет на вас чуму И вы исчезнете с той земли, в которую вы идете, чтобы овладеть ее Господь поразит вас чахоткой, горячкой и лихорадкой Жаром и засухом, суховеем и плесенью И эти бедствия будут преследовать вас, пока не погубят Вот прямо весь спектр болезней, касающихся и человека И, может быть, растений его И природных явлений То есть, ну вот, все то, что на человека нападает извне Да, будь то катаклизм стихийный Или его собственное заболевание Дальше такой образ Небо у вас над головами станет медным А земля у вас под ногами железной Господь пошлет на вашу землю дождь из пыли И дождь этот будет падать на вас с неба, пока вы не погибнете Ну, то есть, медное небо Ну, можно себе представить медь такая, да Вот она красноватого еще оттенка То есть, небо не дает дождя Небо это вот такая печка, медная, раскаленная А земля железная, то есть, соответственно, ничего не произрастает Господь сделает так, что враги разобьют вас По одной дороге пойдете вы на них И побежите от них по семи дорогам Вот прямо точная симметрия, да Вот только вы на них пойдете Интересно, что разбивают всегда захватчиков в данном случае То есть, там вы отобьете захватчиков, а здесь вас отобьют захватчиков Ваша судьба вызовет ужас во всех царствах земли Трупы ваши станут добычей птиц небесных и зверей земных Которых некому будет отгонять Господь поразит тебя Египетскими нарывами, опухолями, паршой и чесоткой Ты не сможешь излечиться Господь поразит тебя Безумие и слепото испутаются твои мысли Среди бела дня ты будешь ходить на ощупь, как слепой восьми Не будет тебе удачи в делах твоих, ты всегда будешь угнетен и обобран Никто тебе не поможет Вот сначала медицина, потом, соответственно, бедственное социальное положение Ты обручишься, но с твоей невестой ляжет другой Построишь дом, а жить в нем не будешь Насадишь виноградник, а урожай не соберешь Твоего быка зарежут у тебя на глазах, но ты не вкусишь его мясо Твоего осла отнимут у тебя и уже не вернут Твои овцы и козы достанутся врагам твоим, и никто тебе не поможет Твои сыновья и дочери будут отданы чужому народу Но ты проглядишь все глаза, день за днем ожидая их возвращения Но сделать ничего не сможешь Народ, о котором ты не знал, станет пожирать плоды твоей земли И все нажитое тобою Каждый день тебя будут угнетать и мучить И ты сойдешь с ума от виденного Как будто этого мало Ну вот здесь даже не комментирую Потому что ну все понятно, да Вот такие практические вещи С невестой обручишься, достанется она другому Незнакомый тебе народ отнимет у тебя весь урожай И ты сойдешь с ума И как будто этого мало Дальше снова и снова и снова и снова Почему так много проклятий? Благословений совсем чуть-чуть, немножко Есть они там в начале Но как-то вот уже проклятий в два раза больше А будет в четыре, в пять Наверное, люди больше мотивированы страхом, чем ожиданием, да Они скорее склонны избегать опасностей Поэтому об этом больше Господь поразит тебя страшными нарывами На коленях и голенях А ты не сможешь излечиться Они покроют тебя от пят до макушки Даже вот конкретика такая, да Господь отведет вас вместе с царем Которого вы поставите над собой К народу, о котором ни вы, ни ваши отцы и не знали И там вы будете служить другим богам Камням и деревяшкам Ну то есть за отпадение от бога Собственно, отпадением от бога и наказывается Вот унижением Только уж не добровольно Включить в свой пантеон еще парочку Другую богов А стать наоборот пленниками Которых принуждают к чужому культу Ужасным примером Притчи и посмешищем будете вы для всех народов Которым изгонит вас Господь Много семян посеете вы на поле А хлеба заберете мало Потому что сожрет его саранча Вы насадите виноградники И будете возделывать их А вина не выпьете и не запасете Потому что виноград ваш будет съезден червем По всей вашей стране будут расти оливковые деревья А маслом вы не умаститесь Потому что оливки опадут У вас родятся сыновья и дочери Но они не останутся с вами Потому что их уведут в плен Все ваши деревья и плоды вашей земли Станут добычей вредных насекомых Переселенцы, что живут среди вас Будут возноситься над вами все выше и выше Вы же будете опускаться все ниже и ниже Они будут давать вам взаймы Вы не сможете одалживать им Они будут головой, а вы хвостом Все эти проклятия сбудутся Они станут вас преследовать и настигнут Вы будете уничтожены За то, что не слушались Господа, вашего Бога Не исполнили повеление предписаний Которые он вам дал Это будет знамением и знаком Явленным на вас и на потомках ваших вовек Ну, вновь и вновь это не только для наказания Самих израильцам, но для некоторого свидетельства Всем народам, вот как бывает с теми Кто соблюдает или не соблюдает заповеди Божии За то, что вы не служили Господу, вашему Богу В радости и веселье среди изобилия Вы будете служить врагам, которых Господь Пошлет на вас в голоде и жажде, в наготе и нужде Враг наденет вам на шею железной ермой и уничтожит вас Вот прекрасный принцип Не служили Богу радостно и легко Будете служить врагам в тяжких условиях Да? То есть, зло приходит извне Но приходит как ответ на внутреннее состояние Человека или народа Издалека с края земли Господь приведет народ Который устремится на вас с быстротой орла Это будет народ, чьего языка вы не понимаете Народ наглый, который не почитает стариков и не щадит юноши Враги сидят ваш скот и урожай Вы умрете Они не оставят вам ни зерна, ни вина, ни оливкового масла Ни приплода коров, ни приплода овец и козы Вы погибнете Они осадят все ваши города По всей вашей земле И рухнут высокие укрепленные стены, на которые вы надеетесь Они осадят все ваши города По всей земле, которую дает вам Господь, ваш Бог Даже интересная такая деталь Языка вы их не понимаете То есть вы даже договориться с ними не сможете Нашествие враждебное Вот часто ли Описываем мы нашествие, которые были на нашу страну Часто ли любой народ описывает нашествие на свою страну В этих терминах Мы не слушались Бога Мы не соблюдали нашего завета с ним И в результате на нас напали Всегда говорят, на нас напали враги Но мы от них отбились А вот здесь Даже нападение врагов Это часть отношений с Богом Есть только мы, есть наш Бог Все остальные подробности В осаде, в крайностях, до которых доведут вас враги Вы будете есть детей своих Будете есть плоть тех сыновей и дочерей Что даровал вам Господь, ваш Бог Мужчина, некогда изнеженно избалованный Будет злобно смотреть на брата с женой оставшихся детей Ибо он ни с кем не захочет поделиться плотью детей своих Которые он поедает Не имея другой еды В осаде, в крайностях До которых доведут вас враги во всех ваших городах Женщина, некогда столь изнеженно избалованная Что даже не ступала ногой на землю Ну, то есть ее на носилках переносили Она там на ложе каком-нибудь соседала Будет злобно смотреть на мужа, сына и дочери И напослед, что выходит у нее из лоны И на младенцев, которых она рожает Им она будет тайком поедать От голода, в осаде, в крайностях До которых доведут вас враги в ваших городах Ну, вот даже такие сатирические образы Довольно злобные, надо сказать Богачей, которые вот изнежены Не привыкли даже по земле ходить И вот едят своих детей Вообще, действительно были случаи Такого каннибализма Во время тяжелого голода Наверняка и в древности тоже И вот он не жалеет, казалось бы, народ Казалось бы, так бьет наотмаш Ну, очевидно, да, это с целью напугать С целью сделать так, чтобы Ну, вообще даже в голову не приходило Каким-то образом покуситься на Вот эти все Вольности, ведущие за собой Полное разрушение Отношений с Богом И результат наказания Если вы не будете строго соблюдать И исполнять закон, записанный в этом свитке Не будете со страхом чинить славное И страшное имя Господа, вашего Бога То Господь пошлет вам и вашим потомкам Небывалые несчастья Великие и неприходящие Пошлет болезни тяжелые и продолжительные Он снова поразит вас всеми египетскими болезнями Которых вы так боитесь Они станут вашим уделом Господь пошлет вам также и такие болезни и несчастья Которых не записано в этом свитке в законе И вы погибнете Хотя вы стали многочисленны, как звезды на небе И лишь немногие из вас услеют Многие погибнут за непослушение Господу, вашему Богу Как радовался Господь, творя вам добро и делая вас многочисленным народом Так же будет Он радоваться, уничтожая и истребляя вас Вот не могу в это поверить, что Он будет радоваться Но, видимо, можно понять, как Он будет делать это охотно То есть это будет Его воля Это будет Его решение Ну, наверное, слово радоваться Здесь такое человеческое восприятие Бога Вы будете сметены с той земли, в которую вы ныне идете, чтобы овладеть ею Господь рассеет вас среди всех народов От края до края земли И там вы будете служить другим богам, которых ни вы, ни отцы ваши не знали К камням и деревяшкам Среди этих народов не будет вам покоя Ноги ваши не будут знать отдыха Там Господь заставит сердце твое трепетать Глаза угасать, а душу изнемогать Твоя жизнь будет висеть на волоске Ты станешь дрожать от ужаса и днем, и ночью Ты не будешь знать, останешься ли жив Утром будешь говорить, скорее бы вечер А вечером скорее бы утро из-за страха, что овладеет тобой Из-за всего, что ты увидишь Кстати, тоже интересный признак Человеку, которому плохо, ему некомфортно во времени Он ждет вот, ну как больное животное, переходит с места на место Да, вот ему нигде покой нет Так мы с места на место не всегда переходим Но как бы надеемся на время Но еще немножко подождать, и вот будет что-то хорошее Скорее бы вечер А вечером скорее бы утро из-за страха, что овладеет тобой из-за всего, что ты увидишь Господь вернет вас в Египет на кораблях тем самым путем Про который я говорил вам, что вы никогда больше его не увидите И там все вы, мужчины и женщины Будете предлагать себя в рабы, врагам своим, но покупателя не найдется Жуткая картина Дальше уже этого, конечно, не будет Но вот Моисей всеми способами заклинает народ Он его в данной главе просто запугивает И может быть это смотрится некрасиво Может быть мы как-то хотели бы иначе это сделать Но видимо таков народ, что это для него оказывается действенным Ну а в 29 главе уже будет другой подход Это напоминание об истории отношений Потому что еще раз, трезаконие это прежде всего отношения между Богом и его народом И 29 глава напомнит, как они складывались прежде Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok